Главная мировая новость. Северная Корея, несмотря на все запреты, все-таки произвела запуск ракеты дальнего радиуса действия. Пиньяне утверждают, что не преследуют военных целей. Якобы аппарат имеет гражданское назначение. Это спутник наблюдения за землей. Но международное сообщество встревожено, тем более учитывая недавние заявления КНДР об испытании водородной бомбы. Гневные комментарии звучат из разных стран. На экстренное заседание собирается Совбез ООН. Подробности у Марины Чайки. В азиатском регионе нервы на пределе. Вопреки предупреждения международных наблюдателей, Северная Корея с космодрома Сахэ ранним утром осуществила запуск ракеты. Ее проистория прошла севера на юг над Желтым морем. Фрагменты ракеты обнаружили в базе недалеко от южнокорейского острова Чи-Джу-До. Официальных сообщений об этом запуске от КНДР по-прежнему нет. Известно, что Пиньян планировал запуск искусственного спутника Земли. Об этом неделю назад КНДР проинформировала Международный союз электросвязи и Международную морскую организацию. Однако сообщалось, что запуск пройдет с 8 по 24 февраля. Но тут внезапно Северная Корея изменила свои планы. Накануне было объявлено, что запуск пройдет раньше, чем ожидалось. С чем связана такая спешка, теперь гадают во всем мире. Как и о том, что именно запустила в космос КНДР. Был ли это искусственный спутник или Пиньян, прикрываясь мирными целями, испытал боевую баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд. Страны-соседи немедленно отреагировали на действия КНДР. Например, Япония еще во время подготовки к запуску привела в боевую готовность систему ПРО и вывела в море несколько эсминцев. Мы не будем закрывать глаза на то, что делает Северная Корея, которая продолжает запуски, хотя ее призывали соблюдать ограничения. Ракетный запуск после ядерного испытания – это определенное нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Мы будем сотрудничать с международным сообществом и твердо стоять на том, что надо принять соответствующие меры. Мы также приложим максимум усилий, чтобы защитить наших людей. Не менее жесткие комментарии в адрес КНДР поступили от Южной Кореи и Китая. Напряженность нарастает с Нового года. Месяц назад власти КНДР рапортовали об успешном испытании водородной бомбы. Правда, подтвердить эти данные тогда так и не удалось. Марьяна Чайка, Первый канал, Китай. Вот только что появился комментарий российского МИДа. Там отметили, что действия Пхеньяна противопоставляют себя международному сообществу. И настоятельно рекомендовали руководству КНДР задуматься, отвечает ли такая политика интересам страны. Вынуждены констатировать, что Пхеньян не прислушался к призывам международного сообщества, в очередной раз продемонстрировав вызывающее пренебрежение нормам международного права. Конец цитаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова